Всем привет! Меня зовут Павел Горшанов. Это мой блог о красноярском спорте. Хоккейный Сокол обыграл Норильск в сибирском дерби. Встреча была богата на силовые приемы и единоборства. В первом периоде хозяева открыли счет, но во втором гости его сравняли. В третьем крылатые смогли снова вырваться вперед, причем за пять минут до окончания основного времени счет был 3-1, но норильчане нашли в себе силы и отыгрались, переведя игру в овертайм. В дополнительное время сильнее оказались красноярцы. Счет 4-3. Сокол идет на 16-м месте в турнирной таблице. И еще Сокол запустил акцию «Стань Дедом Морозом» для детей благотворительного фонда «Планета семья». Если вы хотите порадовать девочек и мальчиков, то можете принести подарки по своему желанию на предстоящие домашние матчи Сокола, которые пройдут 12, 14, 16 и 18 декабря. Принести подарки можно в Платинум арену непосредственно на сам матч. Это может быть все что угодно. Канцелярские принаблежности, мягкие игрушки или просто сладости. Хоккейный Енисея. Дома в ничью сыграл со стартом. Хозяева пропустили уже на пятой минуте, но затем смогли восстановить равновесие. Ближе к перерыву красноярцы вели 3-1, но старт, грамотно подсушивая игру, быстро сократил отставание до минимума, а в начале второго тайма сравнял счет. До финального свистка забитых мячей болельщики не увидели. Итоговый счет 3-3. Баскетбольный Енисей дома принимал команду ЦСКА, которая находится на самом верху турнирной таблицы. Встреча закончилась нашим поражением со счетом 75-80. К большому перерыву красноярцы даже при не самой результативной игре довели свое преимущество до 6 очков, а в начале третьей четверти разница была уже плюс 10. В ответ армейцы начали штурмовать кольцо Енисея с дальней дистанции и преуспели в этом. В концовке красноярцы могли вырвать победу, но судейская бригада была все же более благосклонна к гостям и более внимательна к хозяевам. Енисея опускается на одну позицию и теперь занимает пятую строчку. Российский супертяжеловес. Чемпион мира по боксу. Родом из Красноярского края. Марк Петровский одержал досрочную победу над опытным австралийцем. Бой завершился в четвертом раунде, когда угол Брауна выкинул полотенце. Перед этим австралиец несколько раз побывал в нокдауне. Еще одна зрелищная драка состоялась на льду в матче между Соколом и Норильском. Игрок нашей команды Сергей Колесников вступился за товарища и устроил зубодробительную дуэль с соперником. Таким образом, Сокол одержал уверенную победу и в игре, и в поединке после эффектного броска через бедро. Мы не должны давать в обиду своих партнеров, поэтому это моя работа. Я увидел, что моего партнера бьют лежачего, поэтому я не могу стоять смотреть на это. Я просто заступился за партнера, помог команде немножко завести ее, болельщиков, чтобы немножко покричали. Поэтому ничего страшного, все живы, здоровы, самое главное. И немного заглянем в спортивное будущее. Завтра Сокол дома играет с командой Челмет, а в среду хоккейный Енисей принимает команду Динамо. Игра обещает быть интересной. На этом у меня все. С вами был Павел Горшанов. Следите за новостями, занимайтесь спортом. Пока!